Вчера такая произошла ситуация, мои дети после школы просились погулять на детской площадке возле школы, и уже старшая дочь в слезах позвонила и объявила о том, что укусила собака меньшую, укусила собаку, был такой факт. В общем, естественно, я отреагировала, быстро прибежала в этот медпункт, забрала ребенка, там оказали нам первую помощь, все как полагается, сказали идти к хирургу, в общем, к хирургу пришли, как нам сказали, что вакцины в данный момент нет, обещают уже три, это очень острая проблема, потому что на такое количество бродячих животных, отсутствие вакцины и вообще как-то защититься, это цивилизованный мир, мы должны, мне посоветовал врач, 10 дней следить за этой собакой, если с ней будет все в порядке, ни в коем случае никакой самосуд не устраивать, если в течение 10 дней с этой собакой все в порядке, то вы можете на больший процент быть спокойны, что с вашим ребенком тоже будет все в порядке. Есть три названия вакцины, они с разных стран, Россия, Франция и Индия. В принципе, их оттуда привезти тоже какая-то определенная проблема, потому что это должен быть температурный режим для вакцины. Сейчас возят даже такие уколы, везут в Молдавию и делают там в частных клиниках уколы, у нас такая все-таки сейчас в Одесской области. Мы разбирали на состоянии комиссии ПТП и ЧС, у нас когда было слушающего бешенства, там леса было. Покупают там вакцины, когда они сюда привозят. У нас в государстве нет сертифицированной вакцины, то есть старые запасы закончились, по новой как бы они не определились и поставки нет, никакие больницы в Украине не располагают этим сегодня средством. Она лежит спокойно, вот она огромного размера, я не знаю, она лошадь. Она даже в копейке лежит на продаже. Она лежит, она входит, она входит в магазин спокойно. Так, говоришь, я ее не объехать. Да, она запускается в магазину. У нас же есть закон, что если собака агрессивная, ее нужно усыплять. Ну, если собака, ну, ну, пожалуйста, ну, один пример, второй пример, почему мы эту собаку не можем усыпить. А что я с ней должен сделать? Она ходит прямо после кассы, кормят после кассы, кормят, кормят после, я не видела, конкретно ли это собака, но женщина вышла с мебеги, она лучше открыла курицу и на кассе, вот тут же на входе, где эти двери автоматически, кормят собаку, сделаешь замещание, так еще крайне остаешься. К сожалению, к собакам общественность определяет больше внимания, чем людям. Вот, ну, это к сожалению. И вот это сегодня, и вот это сегодня... И собаки сегодня больше защищены. Да, собаки больше защищены, чем защищены жители города. Потому что с этими собаками, когда мы вылавливали собак, там, вот, заели... Эту собаку обязательно общественная организация отслеживает, записывает себе в блокнот, на сколько ее забирают, когда ее должны привезти и куда ее должны выпустить. Понимаете? И не дай бог что-то случится с этой собакой, чуть ли не уголовное дело. Ну, было, но через год уже как-то... Поэтому, да, и поэтому у нас было такое предложение. Есть общественная организация по... И как там... Защита... Защита... Животных. Животных. Они поднимали эти вопросы, приходили сюда, ко мне. Я сказал, мы поддержим, нас депутаты поддержат. Вот место возле нашей котельной, возле Север-Юж-Транса. Есть территория. Мы даем денег. Говорите, сколько. Фонд можно можно создать. А мы с бюджета продаем деньги. Они мне сам могут найти. Я говорю официально, вот телевидение, есть средства массовой информации. Выделено место. Мы готовы в сессии на бюджет... На сессии выделить бюджет, который скажут. 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Пожалуйста, общественная организация. Занимайтесь. Не только заклю... Любить собак, это не значит только кормить. Понимаете? Они понимают, любить собак, это идти и кормить после подъезда. 25 собак после нашего... Поэтому я думаю, что здесь должно быть общественное мнение и жителей города. Потому что мы ограничены в законе, что мы не можем ее усыпить, мы не можем ее вывести, мы не можем ее там... Я не знаю, что еще с ней сделать, потому что за это не все... И, в принципе, уголовная ответственность. Поэтому я еще раз говорю, что мы готовы подключиться, помогать землей, средствами, еще чем-то, я не знаю, специалистами. Только должна быть общественная организация, должна этим заниматься конкретно, а не заниматься какими-то... Речь идет о приюте каком-то, а вот... Да, пожалуйста, да, 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 да. Даже мы противники, мы все равно, как бы, вот я готова даже помочь. Я тоже лично готова, да, помогите мне найти вакцину, пожалуйста. Вот физически там пойти что-то сделать, там, ну, какие-то... Что мы можем? Сейчас, ну, злобрачу, я не знаю, что, как, как, как... Мне нужна вакцина от бешенства. Я потому что хочу быть 100% уверена в том, что это не спустя время, не проявится это болезнь. Потому что, вообще, это 100% летальный исход, вообще, она может быть сносительной. Расимия, вот скажи, полномочия сегодня у тебя по отлову животных, каких они, возможности, что у нас планировано? Я заключил договор, и раз в месяц приезжают собаколовые, они отлавливают 10 собак, увозят их, стерилизуют и привозят их обратно там, где они их выловили, грубо говоря, все. Мы их нигде не можем оставлять, откуда договор заключить, найдите, ну, вам подсказывают, где эта собака, вы ее выловите, вы ее выловите, найти нужное место, где ее можно изолировать на 10 дней. Изолировать. Изолировать. У вас, посмотрите, или там, посмотрите. Ну, она, в основном, обитает, вот сказали, район Копейки, или там, где рампа, она вот... Ну, ее выловить, надо где-то закрыть. Ну, да. Ее нужно где-то закрыть. Или ее закрыть, может, в Север-Транс, на Юж-Транс, там, может быть, какое-то помещение, найти какое-то ограждение там. Ну, наши, надо позанимайтесь здесь. Когда это было? Вчера. Вчера в обеду. Ну, значит, еще, ну, скажем, 10 дней надо, чтобы она там погуляла, там ее чем-то покормить. До 16. Остро стоят вопросы бездомных животных, и люди реагируют, и все поддерживают. Спасибо всем, кто пришли. Но дело в том, что именно конкретно по этой собаке, именно по агрессии к людям, и на велосипедистов, и на мужчин, и на всех... Послушайте, теперь дальше. Теперь дальше. Эту собаку вылавливать. Она, я, уже если на двух человек покусала, это агрессивная собака, правильно? Это только более... Которые не жалуют. Есть свидетели в акт, Лариса, прослить, чтобы вы не подписаны. Все эту собаку выловить, 10 дней подержать, и я думаю, потом ее нужно усыпить. Люди, не важно, что у нас сегодня зарегистрирована общественная организация Общества защиты животных города Южного. Сознательно. Другую нужно сказать. Та, которая может или войти туда, в эту организацию, активным людям город сегодня готов активно в этом участвовать. Но не может город сегодня даже по своим полномочиям все, всю ответственность взять на себя. И все вот это взять на себя, и содержание потом взять на себя. Есть определенные нормы сегодня. И законодательная база, масса таких организаций сегодня и нашим защитникам животных. Я приносила примеры. Очень мощная киевская организация. Очень мощная. На волонтерах, на разных акций проводят миллион, участвуют, выигрывают гранты. И приют у них есть, и питомник есть. Это совершенно разные вещи. И проводят они этих бездомных собак в этих приюты, пристраивают их в семьи. И все это. Ну то есть как бы идет колоссальная работа. И собирают они деньги на питание. Это все. Вот в Киеве очень мощная организация. И мы с ней связывались. Они говорят, да мы вам все дадим. Это все зависит от людей, которые это организовывают. Это не те люди, которые ждут, организуйте мне, а я буду ее директором. С теми же общественниками мы говорили о том, даже разработали целый план действий. И программу приняли даже. Но они же ее должны делать. Это то, что от нас как бы мы готовы в том числе. Вот деньги выделяются на стерилизацию. Их задача общественникам, ну не будет ходить мастер ЖЭКа или начальник управления, зам городского головы, считать какие собаки стерилизованы. Мы говорим, распределитесь по дворам. Если вы доказываете, что все равно этот ареал обитания, он должен быть определенный. Вычислите, сколько собак должно быть. 5 собак на двор, например. Вот их должно быть. Есть такая статистика? Нет, нет, нет. В армии ни одной собаки я не видела. Даже кошки я не видела. Все у них там есть. Но дело не в этом. Дело в том, что должны быть у них прибитые места. Как только мы их убираем, приходят другие. Вы же знаете, что у нас летом на дачах прикармливают собаки. Потом они зимой все к нам приходят от голода. Они ищут там, где люди живут. Но вы определили, что в этом дворе живет 5 собак. Вы защитники животных. Найдите возможность через кого-то, через друзей, знакомых, родственников, общественников, волонтеров. Постройте для них будки. Какой-то вольер. И кормите их в одном месте. И это будет... Убирайте, чтобы это было эстетично. Можно красиво эти домики построить. Детей можно водить и приучать к тому, что вот эта собака, она нормальная. Но оставьте только тех, которые не являются агрессивными. А в период, когда начинается гон у них весенний, их надо поить специальными таблетками, извините меня, если вы берете ответственность за этих собак. Они не могут сами по себе просто жить и платиться в том количестве, в каком они хотят. А еще надо знать, вот те у них, вот эти пять, они должны быть стерилизованы. Что можно конкретно сделать у своей влады, если вы видите шляхи увеличения этой проблемы? Эта проблема для города не новая, а даже достаточно старая и с бородой. И много раз мы и много подходов осуществляли для ее решения. Но всем, всегда и на всех уровнях мы объясняем, что главным инициатором внедрения различных новшеств или усовершенствованной системы взаимодействия людей с животными, бродячими в нашем городе, должна являться общественная организация по защите собак, она будет называться, просто защитники животных. У нас есть общественная организация в городе, с ней мы вели многолетние, я бы сказала, переговоры по тому, что можно делать в этой ситуации. Приводили примеры многих городов, где эта работа налажена. Наш город очень маленький, он компактный, есть возможности, в том числе финансовые. И есть возможность выделить земельный участок, и мы его уже показывали, этот земельный участок. Но дальше разговоров дело не идет. И почему-то общественная организация считает, что буквально все в этом городе в отношении защиты животных должны сделать городские власти. Нет, вот здесь как раз ситуация такая, что и инициаторами, и исполнителями должна выступать общественная организация. Городская власть и городской бюджет не отказывается и может этому активно помочь. Но должны быть люди инициативные, которые на себя возьмут и ответственность, и инициативу прежде всего. Потому что в один период это было более активно, но дальше разговоров это не пошло. Даже дошли уже до решения сессии, там где нужно было активно отстаивать позицию свою, никто из общественной организации не пришел даже на заседание сессии. Поэтому сегодня говорить о том, что городская власть в отношении вот этого глобального процесса ничего не делает, это просто, я считаю, манипулирование тех людей, которые сегодня по праву должны этим заниматься. Это первый вопрос. По конкретному случаю, который сегодня мы рассматривали, есть сегодня все-таки, опять-таки, закон нам позволяет, если собака агрессивна, если есть заявления граждан, есть подтверждение тому лечебных учреждений, эта собака по процедуре подлежит совсем другим манипуляциям и так далее. Но, опять-таки, надо не просто где-то об этом поговорить, нужно обязательно об этом заявить публично, что такой случай произошел. Мы знаем об этих случаях, о многих, и те собаки, которые были, люди знают, что действительно те агрессивные собаки, которые были на территории города, они с территории города исчезли. Поэтому заниматься нужно этим активно. И заниматься нужно этим не безразлично. Не самое главное – собаку покормить возле своего подъезда. Самое главное – создать нормальные условия, если уже эта собака на территории города живет. А эти нормальные условия можем создавать только мы с вами. Но и тем людям, которые патологически боятся собак, которые реагируют не так на собак, и на них собаки не так реагируют, мы тоже им должны, прежде всего, создавать условия безопасной жизни в городе. И это мы можем сделать только вместе. На государственном уровне и на нашем местном уровне этот вопрос решить нельзя. Эти вакцины сегодня не сертифицированы в Украине. И мы, как город, даже закупить их не можем, потому что их просто нет в природе. Несертифицированный продукт мы покупать не можем. Мы рекомендуем родителям, что можно в этой ситуации сделать. Но это, как бы, с точки зрения государственной власти, это немножко неправильный вопрос. Но не думает сегодня об этом у нас государственная власть. Это, во-первых. Во-вторых, нужно быть очень аккуратными с этими вакцинами. Самое главное в этой ситуации – за этой собакой, за этой особью нужно наблюдать 10 дней. Если она не проявляет признаков бешенства, то не нужно ребенку калечить его будущее здоровье или взрослому человеку вакцины. Вакцина – это очень серьезный фактор, который нарушает природный баланс в природной системе человеческого организма. Поэтому это не панацея. Да, можно защититься от одного заболевания, но проявится ряд других. Об этом вам скажет любой медик. Поэтому нужно быть очень аккуратными и относиться к этому очень взвешенно. Лучше за этой собакой понаблюдать. Конечно, вот как раз для этого идеально было бы, если бы был у нас приют, где эту собаку, которая проявила агрессию, изолированно должен наблюдать специалист. И только ветеринар может сказать о том, есть у нее признаки бешенства или нет. Если просто мамочка будет ходить и наблюдать, нет ли у этой собаки признаков бешенства, как она это может визуально определить. То есть это процедура, которая должна соблюдаться. Но опять-таки это должно делаться с участием общественности очень активно. Это очень острая проблема, которая беспокоит не только меня, но конкретно столкнулись мы с ней вот таким плачевным образом. Вчера ребенка укусила собака дворовая. И когда мы начали обращаться по поводу вакцинации ребенка от бешенства, потому что собака дворовая, неизвестно, чем она болеет и вообще, что это за пес, то нам сказали, что это очень большая проблема и в Украине, в принципе, нет возможности достать эту вакцину. И это действительно так, потому что искали очень многое везде, в интернете, даже купить вакцину готовы купить ее, но дело в том, что нигде ее нет в наличии. И по этому поводу, собственно, как бы первоочередный вопрос, это был именно вакцинация, почему отсутствует и когда будет, и чтобы помогли найти эту вакцину и все-таки обезопасить ребенка. И второй немаловажный повод – это, в принципе, количество бездомных собак, присутствие их на детских площадках, агрессивность собак, то, что они кидаются не только на детей, но и на взрослых, на велосипедистов, на любых людей, в принципе, без внешних раздражителей. У этой собаки это не единоразовый случай. Ну, нам мэр, как объяснил, что есть давно уже принято решение и выбрано место для приюта, для организации приюта для собак бездомных. Но это все на уровне, как бы находится все на уровне слов, потому что люди, которые защищают собак, они об этом говорят, что вот мы защитники животных. Но на самом деле, кроме как покормить, выйти на улицу, никакого больше отношения к этим собакам и к судьбе этих собак не интересуются и не делают никаких дальше действий. Хотя наш мэр сказал, что выделит определенное количество денег, вот, и уже выделили место, и это уже было давным-давно принято. Но почему-то организации по защите животных не спешат открывать, строить этот приют и как-то наладить спокойствие в нашем городе. Ребенку 7 лет, у нее чуть выше кисти, но правая рука была прокусана. Основной укус пришелся на куртку, но зубы попали еще на кожу. Это открытая рана, которую пришлось обрабатывать, ну как, и пришлось оказывать первую медицинскую помощь. У тебя она сейчас дома находится? Да, сегодня я оставила ребенка дома, но наблюдаю за ее состоянием. Субтитры подогнал «Симон»